ну что как вы видите это город севастополь не доделаны ограды в парк победы насколько я понимаю как это долго будет сделано неизвестно и вот такие вот облупленные кипарисики тоже меня поразили немного меня слегка поразили проходим через эти кипарисики что мы видим опять рощица ну в принципе когда они вырастут они будут достаточно интересны сетка рабица она такая себе если честно давайте пройдем дальше и посмотрим как же изменился парк победы с момента строительства обращаю внимание что вот здесь были старые деревья поэтому можно было в принципе поставить здесь скамеечки в тенечке отдыхать людям тут нет тут на солнце в 40 градусов проблема большая вот здесь вот принципе нормально сделано вот с учетом того что здесь будет допустим какой-нибудь плющ или виноград вича по моему так он называется здесь красиво да посмотрите как красиво в принципе архитектура домов дома то красивы сами по себе но как вы понимаете современное строительство подразумевает а вот эти вот стенки ватные которые там через три квартиры все прекрасно слышно кто живет сибири для вас будет конечно приятно посмотреть на розы какие у нас здесь розы как они цветут ну и что хочу сказать вы даже можете понюхать розу добро пожаловать в край хочу просто сказать еще одну вещь что камера не передает световую гамму красную по какой-то причине цвет не соответствует ну что хочу еще сказать вот смотрите сделали громадный громадный пригромадный водоем с фонтанами при этом он не работает неужели он должен работать исключительно по каким-то не знаю выходным дням по праздникам что это за глупость на мой взгляд такие фонтаны должны работать каждый день и тем самым привлекать туристов привлекать людей а если фонтаны будут работать но всего лишь там два раза в неделю то конечно они никому не нужны никто сюда не пойдет просто никто не будет привлекать вся вот и непонятно тогда зачем это все было сделано ну вообще в россии я хочу вам сказать что сделано все совершенно глупо и неудачно всем привет меня зовут дмитрий яковлев и сегодня мы с вами посмотрим парк победы посмотрим как он изменился со времени предыдущего губернатора посмотрим что изменилось просто пройдемся пощупаем воду посмотрим в каком состоянии находится плитка ну и придем конечно зайдем на пляж парка победы точно также посмотрим в каком состоянии там пребывают непосредственно уже пляжные зоны ну и в целом будем восхищаться природы потому что природа от человеческого фактора не зависит всяком случае ну севастополе и в россии давайте смотреть дальше скамеечки абсолютно пустые если мы посмотрим сейчас на эти скамейки то они конечно выглядят как полное убожество давайте подойдем и посмотрим фактически конечно они есть эти скамейки нам посмотрите никто не убирает зачем это убирать правда грязь кто пойдет вот в эту лужу кто а у кто сюда пойдет да никто не пойдет давайте посмотрим на эти скамейки сделано все крайне не хорошо а а вот ну и давайте теперь подойдем немножечко к воде ну опять же посмотреть как вы видите все это фекалиях птичечных смотрите и все это естественно стекается непосредственно в воду честно говоря даже воду и трогать не хочется но вот такая вот вода ну на запах на запах кстати пахнет водой ну что давайте посмотрим как у нас обладает что у нас обладает под водой под слоем воды давайте посмотрим ну что же я хочу сказать вроде но все видно да давайте не будем терять время посмотрим на то что не зависит от людей это зелень собственно говоря это тучи ну и вот здание конечно смотрится очень здорово и шикарно и так для того чтобы нам пройти на основной аллее нам нужно подняться здесь вот по этой лестнице зачем было так сделать делать непонятно почему не сделать прямой вот туда вот вход для меня это странно так ребят сегодня здесь 20 чем-то градусов тепла порядка 25 градусов тепла обратите внимание вот эту штуку сделали естественно в цветах там наверно российского флага с элементами да но при этом посмотрите никакого озеленения нет собственно говоря как было оно все сделано немножко по идиотски эти друзья то есть можно было пройти вот там вот здесь проход но почему-то нас потащили вот наверх но мы не будем заниматься ерунду и тратить время естественно мы пойдем сложным путем просто-напросто вот так обойдем и давайте посмотрим как выглядит озеленение по севастопольске кстати это озеленение знаете сколько стоит она стоит где-то один миллиард двести миллионов рублей за всю территорию всего парка победы ну то есть тут понятно да что все выглядит не так как хотелось бы и на европейские парки тем более за такую сумму но даже близко не стоит так что хочу показать еще то что мне лично очень крайне не понравилось это вот эти вот сооружение вот эти честно говоря выглядит как 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 это называется продукты деятельности человека посмотрите то есть что-то они делали какие-то мероприятия они делали клали здесь эту дорогу почему-то которая идет вверх и все камни просто скидали вот сюда в кучу и даже не захотели делать альпийскую горку просто накидали кучу камней и на этом собственно говоря все так оставили вот именно за кипарисики туда закинули думают что так красиво и все реально хорошо ну что ж продолжим посмотрим какие-нибудь положительные аспекты этого мероприятия но согласитесь все вот это выглядит просто ужасно все это выглядит гадко не неприятно не убрано да да хочу заметить кстати что до сих пор строительство парка происходит проходит продолжается ну и как мы видим что-то они там были плитку кладу то ли камни когда плитки плитки доделывать так здесь у нас какой-то дельфинарий и какая-то стелла наверху стелла не знаю просто что за памятник если честно простите но там какой-то мужик на лошади с копьем кого-то мочит вот почему бы не не поставить таблички с четырех сторон чтобы все красиво смотрелось чтобы было понятно кому это посвящено но в целом если брать вот эту вот небольшую площадь вот эту небольшую площадь то в целом выглядит все довольно закончено конечно кломбы нужно извините я уже немножко подзадыхал потому что все таки проблема с весом неважно и так кломбы немножечко не разрежены и не ухожены безусловно их нужно за ними нужно ухаживать больше вот так выглядит главная аллея парка победы ну и посмотрите с той стороны я не шучу я не обманываю все как есть так и есть трава уродливая просто здесь должна быть газонная трава которую каждый день должны стричь мне очень нравится вот такие вот виды облака за домами белый цвет все это очень объемно и эффектно честно говоря настроили кучу вот этих бассейнов вот там смотрите уровень воды вроде неплохой и здесь уровень воды сталинград которого собственно говоря ну нету не сталинграда не уровня воды очень странно зачем это вообще было делать опять же смотрите на их называю катихи но один раз назову и достаточно